33-я международная конференция под названием «Отдаленные результаты и инновации в сосудистой хирургии» проходила с 22 по 24 июня в Сочи. На эту ежегодную конференцию для того, чтобы обменяться опытом и узнать о новых подходах в лечении лидирующих летальных патологий, съезжаются сосудистые хирурги и специалисты смежных областей со всей страны – от Хабаровска Барнаула и Казани до Калининграда. Участники конференции отмечали не только ее безупречную организацию, но и высокий научный уровень форума. Отличная конференция, огромный интерес со стороны специалистов, сосудистых хирургов, флебологов очень много приехало, замечательно все организовано, залы полные. Все молодцы организаторы и самое главное, что участники молодцы, потому что они активно именно участвуют в конференции, высказывая свое мнение, докладывая свои результаты, участвуют в дискуссиях с коллегами. Главное, что высветилось на этой конференции – это гибридная хирургия, как новейшее топовое направление в реконструктивной сосудистой хирургии и рентген-эндоваскулярной хирургии. Совмещение двух профессий, совмещение двух сложнейшей технологий, применительно к очень тяжелому контингенту больных, как мы видим, дают очень хорошие результаты. Очень приятно, что вот именно на этой конференции организовано новое стратегическое направление в решении крупных задач. По мнению ведущего сосудистого хирурга России, академика Анатолия Владимировича Покровского, на конференции обсуждались не столько новые, сколько важные вопросы. Это вопросы хирургического влечения заболеваний сосудов головного мозга, так называемая каротидная хирургия. И здесь очень важно, что мы имеем возможность продемонстрировать и доказать эффективность хирургических методов лечения профилактики ширургического инсульта. Метод, который дает возможность 100% увидеть поражение сонных артерий, не вскрывая сосуда. Появилась возможность так называемой эндопротезирования или эндопротезирования сонных артерий. Методика, которая сейчас начинает внедряться, которая будет использоваться в тяжелых случаях больных, чтобы не давать наркоза, а провести такую операцию под местной анестезией. Вопросы лечения заболеваний больных с поражением сосудов нижней конечности. Больные, которые имеют ишемию конечности и, возможно, и анконгрену стопы. Внедрение методики эндоваскулярного лечения заболеваний сосудов нижних конечностей дает возможность более широко оказать помощь больным с диабетической гангреной. Современные методы диагностики дают возможность предупредить развитие всяких тяжелых осложнений, таких, например, как разрыв аневризма брюшного отдела аорты. Отдельно касается исследований больных и лечения больных с заболеванием вен нижней конечности. И очень важно здесь, что разрабатываются мини-инвазивные методики. Это то, что дает возможность путем различных сочетаний прокола и склеротерапии учить больных с этой тяжелой патологией сосудов нижней конечности. В своем обращении к участникам конференции академик Покровский отметил, что сейчас очень сложное время для сосудистой хирургии, что связано с бурным развитием различных видов эндоваскулярных вмешательств, а потому крайне важно, чтобы эти виды операций стали неотъемлемой частью сосудистой хирургии. Повестка дня конференции включала практически все разделы сосудистой хирургии. В каждом докладе звучала новизна исследования, набранный опыт и, самое главное, были перспективы озвучены и обозначены для дальнейшего развития проблем в каждой конкретной тематике. Обмен опытом очень важен для лечения населения, снижения уровня смертности, инвалидизации, что очень важно и для социально-экономической обстановки в стране. Во время конференции были проведены симпозиумы, тренинги и мастер-классы по различным разделам сосудистой хирургии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok